Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы проводим прямой эфир вместе с моей коллегой Олешкевич Ольгой. Сейчас она зайдет к нам на прямой эфир и мы начнем. Всем добрый вечер! Добрый вечер! У нас первый такой рабочий день, да, после длительных выходных. Наверное, это не очень просто. Я помню, когда я работала менеджером по продажам, как я страдала в этот день и не могла дождаться, как он закончится. И поэтому сегодня мы не будем говорить о работе, а продолжим немножечко, немножечко наш такой вот отдых, да. Будем сегодня говорить только о отдыхе, чтобы после, конечно, рабочего дня немножечко расслабиться и еще раз отдохнуть. прийти в себя, поэтому мы сегодня будем говорить об отдыхе. Зовут меня Людмила Курилина, я проживаю в городе Севастополе и являюсь вип-партнером круизного клуба «Инкрузис». И сегодня у меня в гостях Синья Рита, маркетинг-директор клуба «Инкрузис» и Ольга Олешкиневич. Да, добрый вечер! Добрый вечер! Их ожидается гораздо больше и больше, да. В 2018 году стали на воду 5 лайнеров, а с 2019 по 2026 год планируется 92 лайнера. И 43 из них станет на воду именно в этом году. И каждый из этих лайнеров стоит в среднем 1,5 миллиарда долларов. Представляете себе, дорогие товарищи, сколько это денег вкладывается в эту отрасль, в эти лайнеры. И разве будут люди вкладывать деньги в то, что не будет завтра развиваться? Согласна, согласна. Конкурентов очень много, поэтому каждый лайнер, который приходит к нам, становится все лучше и лучше, все краше и краше. Согласна. Сейчас будет своеобразный бум, бум круизного отдыха. Сейчас он уже, в принципе, начался, да? Да, ну вот давайте тогда немножечко с вами помечтаем. Я помечтаю каждый день. Представляете, у нас у каждого тут личный кабинет, 5,5 тысяч круизов. Я вот это открываю, смотрю, и мне везде хочется. У меня такая мечта. Ну, вообще я планирую два круиза в этом году, но скажу сразу, что еще только планирую, только мечтаю. Как-то в 2012 году мы с мужем собирались в отпуск, и мне очень-очень захотелось в круиз на таком лайнере. Но тогда эта цена была для меня неподъемная. Ну, я так туда захотела. Ну, потом полетели в Тунис, потом в Турцию, и потом я забыла про это свое желание. Ну, вы представляете, что Вселенная про наши желания не забывает никогда. Вот. И случилось так, что вот мне поступило такое классное предложение, я его приняла с удовольствием, потому что давно-давно хотела, люблю вообще, обожаю путешествия. Вот. Обходила уже тут весь Крым, и по горам, и везде. Ну, то есть, все мне очень нравится, но, конечно, Крым наш замечательный, но хочется посмотреть весь мир. И я очень счастлива, что я узнала об этом клубе, и узнала о такой возможности, и возможности путешествовать туда, куда я захочу. Уже накопила себе денежек, вот, поэтому буду выбирать круиз, какой мне понравится. Ну, давайте... Благо у нас в этой бане куплено там 175, да, или больше кораблей уже. Выбирай, какой у вас. Да. Немножко давайте помечтаем, чуть-чуть расслабимся после такого дня рабочего. Когда, вот, давайте окажемся с вами сейчас на лайнере и представим себе классную каюту со всеми удобствами, да, каюта, которая у нас с балкончиком. Представляете, вы сидите на балконе, смотрите вдаль, и вокруг море, 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 и горизонт соединяется вместе с морем. И такой простор, вы сидите с коктейльчиком, красивым коктейлем, очень вкусным, вы смотрите на всю эту гладь, ветерочек такой нежный, брызги прям в лицо, и у вас нет, но и мысли в голове. О, это, это знакомое состояние, это вообще кошмар какой-то был. И сплошной релакс. Сплошной, да. Да, посидели, отдохнули, ну и что, вы же на лайнере? Давайте пойдем на дискотеку. Нет, а может быть в караоке? А может быть пойдем на классическую музыку, или нет, знаете куда? Пойдем с вами в сауну, потом пойдем... В тренажерку! И куда еще мы пойдем? Может быть мы пойдем в ресторан? В магазин? Точно, в какой? В французский, итальянский, или на шведский стол. Ресторан-то у нас работает до часу ночи, с шести утра и до часу ночи. Пей сколько хочешь, ешь сколько хочешь. А мы попробуем такую кухню и такую кухню попробуем. Ох, и напробовались, да? Что нам еще нужно сделать? Или нам на горке, или в театр, или может быть нам в цирк. А может мы уже совсем устали? Пойдем там на шестой палубе парк, и мы там посидим в тени деревьях и отдохнем. Вот можете себе представить, что вы попадаете в такой город на воде, А завтра утром этот город становится в какой-то город, действительно, где вы пойдете экскурсии, смотреть город. На какую-то выберите себе какую-нибудь классную экскурсию, а может не одну, а две. А вечером, а вечером вас ждет вечеринка с капитаном. Правда? Есть такое? И с Амфанским. Белая вечеринка. Вот представьте себе, я об этом мечтаю, и я вам хочу сказать, если кто-нибудь из вас хочет посмотреть эти все пять с половиной тысяч круизов, получить свой кабинет, зайдите ко мне в профиль, там вы найдете такую ссылочку, бесплатно зарегистрируйтесь, зарегистрируйтесь и смотрите, выбирайте, это вам удобно. Можете себе планировать что-то, разглядывать, выбирать. Азия, пожалуйста, Средиземноморье, Америка, Гавайи, все что угодно. А еще зайдите ко мне в профиль и посмотрите, какие видеоролики прислали нам круизеры. Разные шоу, разные лайнеры, разные впечатления. И там наверху есть GTV, там более длинные видеоролики. Но я мечтаю, мне это все хочется. А у нас же сегодня в эфире человек, который уже там был. Оля недавно только прибыла с круиза. И я знаю, что она уже на этот год запланировала два круиза. Оля, пожалуйста, и расскажи, с какого города ты отправлялась, какие города ты видела, что заинтересовало тебя на лайнере. Поделись с нами своими впечатлениями живыми, которые не в мечтах, а уже осуществились. Ой, слушай, Людмила, понимаешь, ты вот так вот мечтала, да, ты вот прямо так описываешь такое чувство, что ты была, да, на круизном лайнере. Или может быть... Как в анекдоте, знаешь, опять хочу в Париж. А вы уже там были? Нет, я опять хочу. Ну, опять хочу. Я бы там не была, но опять хочу. Ты знаешь, я немножко другого склада. Знаешь, есть люди такие вот романтики, душа на вас, Пашку, там чувственность такая развита. Я более такой скептический человек, да. Я узнала об этом клубе, узнала о круизах, всё узнала, всё, что можно, да. Ну, и знаешь, вот каждый раз слышишь восторженные отзывы. Ну, все прям приезжают, у кого-то семья налаживается, у кого-то после 30-летней совместной жизни отношения заново начинаются, да. У кого-то ещё укрепляются, у кого-то здоровье поправляется. То есть столько чудес происходит после круиза, да. И с детьми туда ездят, и молодёжь туда ездит. И все балдеют, все тащатся. И я думаю, ну не может такого быть. Ну почему все восхваляют так этот отдых? Ну я скептик, да. То есть я вот так это рационально отношусь. Думаю, ну хорошо, ну интересно уже. И вот как бы ещё я же не такой сильный путешественник, но интересно посетить разные страны, конечно же. Тем более в комфортном стиле. Тем более когда ты не заморачиваешься ни с едой, ни с развлечениями. Это экономно. А ещё как по моей программе, ты знаешь, да, ну так получилось, да, за счёт компании ещё, думаю, ну с ребёнком надо съездить, просто грех. Ну поехали. Ты знаешь? А на каком лайнере, Оля? Скажи нам, на каком лайнере выходили? А, да, да. Значит, мы выбрали, ну у нас компания поехала, мы выбрали круизный лайнер линии MCG. Он был новый, в том году выпуска, в июне он выпустился, Севью называется, да. То есть мы когда на нём плыли, ему ещё было 4 месяца от роду, да. Он достаточно очень красивый, шикарный, в стиле хай-тек, там зеркала, там очень такая современная обстановка, да. Значит, мы отправлялись в Барселону, я и в Барселоне первый раз была, значит, и вот мы заезжали, и в Марселе мы побыли, Франция, да. И в Генуе мы побыли, и в Неаполе мы побыли, и в Миссиния, в Италии, Сицилия, да, побыли. И на острове Мальта мы тоже побыли. И ещё день в море мы были. Это вообще 4 страны, один круиз, 4 страны и 6 городов. Ну, не считая ещё городов, с которых мы прилетели, с которых мы отправлялись. То есть у нас, считая, за 8-9 дней, такое пугло, это что-то такое случилось с головой, как ты говоришь, мысли нету. Мы, когда зашли на лайнер, ну, я с ребёнком, ребёнку 15 лет, во-первых, мы, когда его увидели в такси, вот подъезжали уже к порту, стоит этот огромный, здоровый такой, ну, не описать. У меня, когда ребёнок увидел, у него аж пачка отвалилась, такой, это что, это наш корабль, это мы на нём поплывём. А я знаю что, а я вспомнила, вот, значит, музыка, помнишь, как дудел кораблик, когда он в городе стоял, и ты как музыкальная музыка, музыку такую играл. Юрия Антонова вспоминаешь песню. Не, не Антон, именно корабль, он этим своим гудком музыку сыграл, такую классную, и вот это вот величие всё, да, то есть, вообще, мы не могли поверить, что вот этот корабль, и, в общем, заходим мы в этот корабль, ну, и всё, уже дар речи у нас пропал, потому что мы попали в какую-то сказку, во-первых, обстановка очень шикарная, там официанты все такие вот вышкаленные, да, красиво, стильно так одеты, в белых чистеньких такие воротнички, значит, все встречают, все там, мадам там, потому что так непривысительно. Ну, очень мало русские понимают, но они как-то, там, знаешь, как-то вот язык жестов очень работает хорошо, они видят растерянное лицо и сразу говорят, вам туда, вам туда, там талончик покажите, то есть карточку свою покажите, на карточке всё написано, куда идти, они направляют, то есть они стоят, уже понимают, что мы такие пришли зеваки, ничего не понимаем, у нас эта обстановка, ну, представляешь, мы, получается, в рай попали, вот из Белоруссии, я вот приехала из Белоруссии, ну, тут серость такая, знаешь, обстановка, и там такая красотища, и так всё тепло, и, в общем, потом, и вот, представляешь, первый же день попали на дискотеки, пошли уже, нашли, пошли гулять по палубе, по кораблю пошли гулять, у нас уже и нашли там и боулинги, и нашли бассейны, мы ещё не все, оказывается, нашли, там и джакузи уже были подогреты, то есть, ну, о еде я вообще не могу говорить, потому что там столько еды на любой вкус, у меня реконок, он, мы первое время, конечно, мы уже пошли набирать там тарелками, и в ресторан мы уже пошли, наверное, на второй день, я даже не помню, в первый мы день в ресторан пошли или второй, значит, там можно ходить в ресторан, можно нет, в ресторане такие эксклюзивные блюда дают от шеф-поваров, очень красиво так подаётся, ресторан, меню без цен, у меня ребёнок сразу вспомнил английский язык, потому что сначала меню на английском языке дали, да, и мы такие, ну, знакомое слово выискали, а потом попросили всё-таки меню на русском, чтобы нам дали, вот, ну, с этим было проблематично немножко, но иногда давали на русском языке тоже. Ну, так наши дети, мы вдвоём с Мариной, вот у нас двое детей было, вот они нас подтягивали по английскому языку хоть что-то, хоть с официантами пообщаться, потому что официантка у нас была, она вообще русский не понимала. Вот, значит, потом нашёл программу, шёл программа каждый день, то есть каждый день мы ходили, и опять-таки и я, и мой ребёнок, я почему, у меня ребёнок-индикатор, он такой, типа, как меня, тоже скептик, такой спокойный, ещё трудный возраст, 14 лет, да, думаю, ну, наверное, ему не понравится этот спектакль, значит, зашли, а там мюзикл стоу. Вот он зашёл, и опять у него такие глаза большие, и вот на самом деле он стоит, у него опять, так сказать, пачка отвалилась, да, и он так аплодировал, ему так вот это понравилось, и он ни один концерт не пропускал. Вот, ну, очень здорово, там всё на высшем уровне, и костюмы красивые, и выступления очень профессиональные, ну, не сравнить с некоторыми концертными программами, на которые мы ходили, вот на обычном у нас есть, да. Да, Гармиджи там, ну, лайнеры заключают очень крутые договора, там супершоу, там у них есть все эти самые известные цирки и так далее. Да, у них, если поют, то живой голос, только живой, ну, то есть всё вживую, даже на дискотеку мы ходили, там и белые вечеринки были, и, ну, и мюзикл там играли, и другие какие-то виды были музыки, да, всё вживую, всё, ну, то есть очень круто и классно поют, и вот так зажигательно, вот на дискотеках там аниматоры, то есть ты вроде бы, знаешь, немножко так вроде скомканно мы ещё себя ощущали первое время, ещё непривычно было, а там такая аудитория людей, все свободные, все улыбаются, вот заходишь в лифт, тебе hello, good morning, good evening там, такие все доброжелательные, ты там уже волей-неволей расслабляешься, у тебя, ну, вот одна только мысль, куда бы это сходить, где бы отдохнуть, где мы ещё не были, да, ну, то есть полностью открыли всё бойки, да, за это время, не успели, не успели мы этот, у нас был 25, ой, или 20 палуб, вот был корабль, да, мы жили на 15 палубе, но мы не успели, мы вот хотели где-то везде побывать, ну, там, ну, ты не успеваешь, ещё, знаешь, каждый день ты приплываешь в новый город, это вообще что-то неописуемое, это, я вообще, честно говоря, поражена была просто, ну, я не ожидала вот просто такого, корабль заходит прямо в город, вот мы в Генуе, когда приплыли, Марсель, там немножко далековато находится порт, там от порта ещё чуть-чуть надо подъехать к городу, да, на автобусе, а в Генуе, когда мы заехали, вот мы с утра выходим, ну, за чашечкой кофе, там пока проснуться надо было, значит, выходим на палубу, да, а там город, вот, понимаешь, вот закат, горная местность, вот этот вот необычный домик вот эти стоят, ну, улочки не видно, такое чувство, что домик на домике стоит, и вот ты на корме, ну, не на корме, как на палубе, ты к перилам подходишь, и прям вот-вот, ты сейчас можешь дотронуться до этого города, и прямо, ну, всё, мы вот стояли, наверное, минут 15, я даже телефон с собой не взяла, чтобы снять, потом пришлось вернуться, взять телефон, вот это вот впечатление, вот эти вот передать хотелось, да, ну, ну, и так вот каждый день ты приплываешь в новый порт, ты просыпаешься, летишь на палубу, посмотреть, а что же в этот раз будет, в общем, и каждый раз новая картина, очень красиво, выходишь с корабля, сразу, получается, в город ты попадаешь, то есть не нужно ни такси, ничего, если ты не хочешь экскурсии брать, мы в основном во всех городах гуляли пешком, знакомились, так сказать, все запахи, с народом пообщаться, в магазинчики сходить, так погулять, да, вот в самые такие закоулки заходили, вот с ребёнком нам нравилось погулять, потом, правда, в последний наш город был Валета, на острове Мальта, очень красивый остров, мы вот взяли уже там экскурсию, потому что уже сил не было, ну, на корабле хочется ещё где-то, да, и потанцевать, там же мастер-классы, разные танцы, то есть мы вот где-то с Мариной часто ходили вместе, детей оставляли там в бассейне где-нибудь, или они там в какую-нибудь игру куда-то ходили, играли, а сами тоже искали где-нибудь что-то интересное, и вот хоп, мимо какой-то зоны проходим, а там идёт мастер-класс, например, ча-ча-ча, да, ну как, как не остановиться, нужно и хочется тоже научиться, да, и там уже с Мариной зажигали эти танцы, я уже сейчас вот, на Новый год мы тоже вот отмечали праздник, когда я вспомнила эти движения, и опять на корабль захотелась, вот, значит, то есть там как-то в движении получается, и вроде бы как много кушали, и в то же время в движении были, да, ну, я не поправилась, я не поправилась, хотя это очень большой риск поправиться там. Нет, ну почему, много калорий тратили, поэтому и не поправилась. Ну да, ну и бассейн, у нас же был обязательно джакузи, обязательно мы ходили, да, несколько бассейнов, и в аквапарк мы ходили там тоже, как же без этого, да, вот, город там, считай, почти целый день корабль стоит, и мы вот можем с утра до вечера гулять по городу, по-новому знакомиться, да, вот. А, и вот в Мальте мы просто взяли экскурсию на автобусе, потому что уже больше сил не было. Нас автобус довез, наверное, до конца острова, что-то близко он там приблизился к противоположному краю острова, ну, кроме полей и кактусов, мы мало что увидели на этой экскурсии, вот, поэтому мне очень захотелось еще раз на этот остров попасть. Во-первых, магазинчики мне тоже очень понравились возле порта, мы нашли, где подороже магазинчик, где подешевле, уже знаю, где можно приобрести там сувенирчики, вот, и в следующий раз я хотела бы туда попасть, я уже попаду туда весной, по-моему, вот, знаешь, мечты сбываются, как ты говоришь, попаду обратно в Мальту и уже пойдем пешком гулять по этому городу красивому. Ну, вы, ты опять же взяла такой же круиз и на этом же лайнере? Или другой запланировала? Ну, смотри, сейчас в следующем году, значит, 9 марта на воду спускается Белиссимо, тоже МСЧ, новый корабль, он близнец Мировилии. Мировилия 17-го года выпуска, а Белиссимо 19-го года, вот я на него взяла уже круиз. А что, там что-то, ну, чего-то больше, что-то лучше, что тебе там понравилось, когда ты выбирала этот круиз? Сам факт, что он новый, понимаешь, я думала, или мир... Ну, во-первых, я на маршрут, не столько на маршрут смотрела, сколько мне хотелось отвезти маму в круиз, да? У меня, как бы, такая цель стояла, у мамы юбилей в 60 лет, и вот я ей сделала такой подарок, вот мы, ну, правда, вдвоем, мне хватило на двоих, едем в круиз, вот обратно по тому же маршруту, только мы будем уже с Генуи отправляться, и в Генуи приходить. Но я уже смогу и по Барселоне погулять, по которой мы не успели, да? И вот по Мальте, наконец, погуляю, и опять-таки день в море, хоть позагорать можно там, это, кстати, очень загорели, вот в октябре, в конце октября мы были, очень загоревшие приехали. Ну да, я видела ваш ролик, вы там на верхней палубе зажигали ботинь, загорели, релакс и так далее. Оль, скажи, пожалуйста, вот очень много вопросов люди задают по поводу детей. Вот вы с детьми были в круизе, я слышу, да? Видела ваши ролики. Вот расскажи, пожалуйста, это у вас как бесплатно дети отдыхали, или вы что-то платили за них? И вообще вот по поводу отдыха детей, вот как там, ну, особенно когда маленькие дети, родители волнуются, что там, ну, не оставить детей ни с кем, да? И опять же, ну, отдых с детьми, говорят, ну, какой это отдых, да? Ты знаешь, как оказалось, у нас, получается, поехало 4 семьи. То есть 2 семьи с маленькими детками от 2 до 6 лет, да? И вот 2 семьи 12-14 лет. Значит, 12-14, там все понятно, они самостоятельные, они даже в городе, мы их могли оставить, могли спокойно найти этот корабль, и как бы, ну, я его все равно не пускала, да? Своего ребенка. Ну, это один вопрос. А вот маленькие детки, конечно, вот, ну, с отельным отдыхом, ну, вообще не сравнивается. Там есть комнаты для детей. Они разделены по возрастам. То есть, ну, у нас, по крайней мере, вот на линии МСЧИ, я вот именно про эту линию говорю, про другие не могу я говорить, потому что еще пока не совсем владею, да, информацией. В этой линии мы за детей, за круиз вообще не платили. То есть для них была, это получается, средний сезон, октябрь, значит, стопроцентная скидка. Мы только заплатили за детей портовые сборы налоги. Ну, то есть на четверых, на нас портовые сборы налоги обошлись где-то, ну, недорого. Если в круизных, 300 круизных. Ну, это я ничего, слова понимаешь. Да, ну, 9 на 2, потому что, ну, как бы нас слушают люди, которые не понимают, что такое круизные. 150. 150 долларов. На четверых. Круизды. Это портовые налоги и сборы. Значит, поэтому выгодно, очень выгодно, мало того, что мы за детей не платили, еще маленьких деток можно было отвезти в детские комнаты. И даже были дни, когда вот можно было в 9 утра отвезти, и в 11 вечера мы потом ходили забирать. Первый раз мы, это все бесплатно, за это дополнительно платить не нужно было. Мамы были очень счастливы, потому что, ну, сами понимаете, в город с детьми не находишься, да. Ну, и что такое, в город с детьми, ну, все знают, что это за опыт. Это постоянный контроль и стресс тоже. Никуда не залез. А тут, получается, мы первый день завели детей, ну, они, наверное, полдня там пробыли первый раз, приходим забирать, а не платят. Вот так, знаете, ну, что-то не понравилось, что ли, да. Ну, чего ты плачешь? А чего вы меня так рано забираете? Я не хочу уходить отсюда. Боже мой, вот это прелесть, да, ребенок. А понимаете, а там дети их развлекают, их кормят, их водят на экскурсии по кораблю, там мастер-классы, лепки, конструктор, они там и выступают, они готовятся к концертной программе и танцуют. Господи, ну, для детей там все, и вот какие-то брелочки, какие-то там режем, клеем вышиваем, ну, у них все вот, все вот это вот есть, и даже можно, вот, например, если там дети до трех лет, в детскую комнату не сдашь, да, они только с трех лет живут. Они даже дают детские коляски бесплатно, вот если нужно в город выйти, можно бесплатно детские коляски убрать даже. Вот. То есть, в принципе, с детьми на корабле это самый идеальный отдых для взрослых. Лучшего я не знаю. То есть, на самом деле, поэтому сейчас, вот, например, Аня, у которой двое детей, они тоже забронировали круиз, опять-таки, да, то есть в отель они уже не хотят, потому что они знают, что в отеле технику-слуг нету. Именно с тем расчетом, что можно будет ребенку уже двоих детей сдать. в детскую комнату и нормально вдвоем отдохнуть. А взрослым. Вот тебе и воссоединение, так сказать, отношений, улучшения. романтические чувства открываются, да. Вот. Ну, что еще? Ну, понимаешь, вот я там пыталась снять видео потом в конце, ну, все-таки же хотелось рассказать там привет вам всем, передать. вот я тебе серьезно, честно. Это был, знаешь, какой-то дубль был. Я стояла с этой палкой раз десять, вот пытаясь что-то сказать, я же знаю, что мне классно, мне кайфово, а высказать не могу. На такой степени расслабились, да. Ну, ну, мне хотелось, ну, то я могу только привет, все классно, все круто, побудьте в круизе. То есть, до такой степени ты там, вот как ты правильно сказала, расслабляешься, до такой степени у тебя мозг вообще отключается от этих проблем. Ну, казалось бы, мы были там восемь дней, да. За восемь дней вот такая перезагрузка произошла. Это, это, ну, я такого нигде еще, пока ни в каком виде отдыха не встречала. Мы замечаем всех людей, которые возвращаются с круиза, это вообще это какая-то энергетика, это какой-то, вообще, это такие жизнерадостные люди, даже иногда смотришь, ну, человек вроде бы такой спокойный, задумчивый, да, какой-то в себе с круиза приехал, боже мой, изменился человек. Да. Какой-то стал энергичный, чего-то, с юмором каким-то, вообще. я смотрю и думаю, да, отдых такой меняет. А расскажи про каюту, ты что-то говорила про каюту, которую дают специально вот как бы для нашего клуба, как бы так получилась каюта такая, что... Мы не знали, да, но это сюрприз, это такой сюрприз, лайфхак для всех, да, что, значит, там есть такие виды кают, это вот Белла, фантастика, да, ну неважно, это внутренняя фантастика или Белла, с балконом или с окном фантастика или Белла, да, мы просто так получилось забронировали фантастику себе, она чуть-чуть дороже Беллы, но там не критично, да, и как бы мы когда получали документы, вот когда регистрировались на лайнер, нам выдали конвертик, а в конвертике лежали какие-то буклетики, мы так сначала не поняли, ну, что-то так поржали, ну, буклетики, там нарисованы коктейльчики, синенькие и красненькие, красненькие, как оказалось, это безалкогольные напитки, а я еще Марине говорю, Марина, это нам, скорее всего, алкогольные напитки подарили, да, она такая, ну-ну, да-да, на лайнере платный, а вам получается дали буклетики. Да, получается, что вот эти буклетики вручают только тем, кто путешествует от клуба, это такой презент для членов клуба, потому что люди такие же, в такой же категории кают, больше ни у кого таких буклетиков не было, то есть, а там в каждой, ну, каждому выдавалось 12 коктейльчиков, то есть мы, ну, там в принципе алкоголя не нужно, вот я сразу хочу сказать, там такая обстановка расслабляющая, что, ну, один бокальчик коктейльчика вот так вот хватает, вот. На балкончике, да? Ну, где хотите, мы как-то вот тусовались, там просто столько много зон, классных таких вот, именно, вот диванчики красивые, стульчики красивые, барные стойки, официанты, там так коктейли классно делают, прям там, возвращаются как могут, а мы все такие девчонки веселой, компания соберемся, смеемся, тогда уже все бармены возле нас крутились, короче, нам подарок и орешки, и все, что угодно нам давали, даже бесплатно коктейлем как-то дали. Здорово. Я вообще, многие люди, которые приезжают с круизов, я уже наслышана, что, ну, действительно, во-первых, удивлены очень, что цены настолько ниже для наших людей, для круизеров именно клуба, настолько, говорят, вот рядом человек отдыхает за две с половиной, тысячи, да, тот же круиз, а член клуба там отдыхает за 500, за 600, может быть, за тысячу, да, правда, это такое и есть? Так и есть, ну, оно так, естественно, есть, просто, в нашем варианте мы русскоязычных не встречали, точнее, мы их пару человек встретили, но с ними поговорить не удалось, да, но если бы он был наш клубный, было бы понятно, вот, ну, вот, наши коллеги, все, кто ездили, все, кто знакомились с русскоязычными, конечно, сравнивают стоимость, как они, по какой цене ездят и по какой мы ездим, ну, это в три, даже в четыре раза отличается, на дешевле у нас. Ну, что, что я хочу сказать всем нашим слушателям, спасибо тебе, Оля, за такую информативную, вообще, такой рассказ, эмоциональный, и вообще, когда это все слушаешь, снова и снова хочется залезть туда, в нашу базу, пять с половиной тысяч, и поискать себе такой круиз, такой крутой лайнер, где там все, все описано, расписано, и все можно найти, посмотреть и забронировать себе. Я думаю, что я это в ближайшие дни сделаю, потому что я уже планирую себе на май месяц первый круиз, и где-то, на сентябрь, вот второй круиз. Но, думаю, еще мне очень хочется на Новый год. Ну, а для всех, кто нас сегодня слушает, я хочу сказать, что вы тоже можете к нам присоединиться. Если вы просто хотите путешествовать, здорово путешествовать и здорово отдыхать, присоединяйтесь, становитесь членами нашего клуба, накапливайте себе деньги, приобретайте себе круизы, отдыхайте, и поверьте, что лучшего отдыха сегодня, по-моему, нет. Это точно. Лучший отдых, знаешь куда, это уже полет в космос, как я люблю говорить, да? Если только на Луну. Вы можете в профиль сейчас, найти там себе ссылочку, посмотреть эти пять с половиной тысяч круизов, написать нам в директ, в личное сообщение, или позвонить по телефону, и мы вам расскажем, как стать членом нашего клуба, как отдыхать дешево, комфортно, вместе с командой, вместе со своей семьей, с детьми. Все это сегодня возможно, и сегодня есть такие потрясающие возможности, которые, ну просто, мне кажется, нельзя мимо них проходить. Нельзя. Нельзя. Жизнь идет, время летит незаметно, сегодня уже вот 2019 год на дворе. И такой... Кстати, да, я вот всегда думаю, я уже вот год как в клубе, да, и думаю, вот если бы год назад, я бы сказала, а это, ну, зачем мне это, а это что-то какое-то, да, вот как это. Я бы такое пропустила в своей жизни. Я бы, вот понимаешь, я даже не хочу про это думать. то есть, мало того, что очень много впечатлений, эмоций, знакомить, наконец-то я начала знакомиться с миром, наконец-то знакомиться с новыми людьми, да, появляется новое успешное окружение, вот такие вот интересные, как Людмила, да, казалось бы, Людмила живет в Крыму, а я в Белоруссии, мы вот так вот мирно, дружно общаемся, да. Ну, ну, это очень дорогого стоит, очень дорогого стоит. А круизы это, вот я вот как скептик, вот как я в самом начале сказала, даже для меня круизы, ну, наверное, что-то во мне там они такое сотворили, что я уже немножко другой стала, да, открытая, веселая, радостная, то есть я вот хожу, улыбаюсь, смотрю на наших смурных людей и думаю, ну, как же вы не понимаете, в мире столько всего классного, красивого есть. Ну, вот, надо этим пользоваться, да. Да, надо этим пользоваться, надо не проходить мимо шансов таких хороших. И я хочу сказать коллегам, предпринимателям, что даже те люди, которые в круизах знакомятся, выходят на международные арены, выходят на, ну, у них появляются новые идеи по бизнесу, они находят там своих единомышленников и развивают свой бизнес, и столько-столько уже замечательных случаев, когда, ну, просто люди сидят на месте и, конечно, каких-то стрессов, каких-то у нас сегодня сложностей такие. поэтому предприниматели присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь все, с детьми, взрослым, молодец, молодец, все-все-все присоединяйтесь, это, это замечательный отдых, это лучшее, что вы можете себе сегодня позволить, и все это дешевле, чем отельный отдых сегодня, это точно, а с круизным, интереснее, увлекательнее, спасибо, Олечка, что ты пришла к нам сегодня, и тебе спасибо, всем хорошего вечера, у кого будут вопросы, пишите, мы обязательно с вами свяжемся и на них ответим. До свидания, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok